Здравствуйте, меня зовут Софья Шедловская, мне 17 лет. Я живу в городе Москве и занимаюсь детской профессиональной тренинг-студии киноактеров. О себе. С детства я не могу сидеть на месте. То есть мне постоянно надо куда-то идти, что-то делать, в общем, что угодно, только не сидеть дома без дела. То есть я энергичная, такая активная, не поседа. Также я очень добрая, общительная и со мной всегда есть о чем поговорить. О моих навыках я пою, танцую, играю на классической гитаре, сейчас осваиваю электрогитару. Также катаюсь на сноуборде, на серфинге, езжу верхом, прыгаю на джамперах, также ролики, коньки, велосипед, в общем, что угодно. У меня есть некоторый опыт съемок. Я снималась в многосерийных фильмах «Расколы», «Каждого своя война», в сериалах «Пятницкий» и «Развод». Несколько полных метров было, они сейчас находятся в производстве, и некоммерческий проект, где читают стихи о войне. И очень свободное время люблю фотографировать. И я бы хотела рассказать вам сказку Евгении Клюева «Торт, который грех был и есть». Она не обычная, а с большим смыслом, так что послушайте. Вы ведь себе хорошо представляете, какой торт тут имеется в виду. Вот, да, такой имеется невероятно просто красивый торт, весь в разноцветных кремовых башенках, в шоколаде, с орешками, цукатами. Что тут говорить? Смотришь на такой торт и думаешь, как же его есть? Это ведь, ну, чуть ли не грех такое великолепие разрушать, на которое столько труда ушло. Неужели возможно вот так вот взять и вонзить нож в самую середину и нарезать торт кусками и съесть? Хм, сверст-то прямо какой-то. Ну, иначе никак не назовешь честное слово. Вот, именно так все и подумали, когда торт подали к столу. Никто даже не сказал ничего, все просто зачарованно смотрели на роскошное белое сооружение и не решались представить себе, что сейчас оно ощущение буквально на глазах. Останется только неряшливая масса, размазанная по тарелкам. Тут как раз и прозвучали странные эти слова. Да, такой торт и есть-то грех. Хоть все раз подумал торт. Ведь, если же мне не есть, то что же со мной еще делать? Меня ведь и приготовили для того, чтобы есть. Я ведь больше ничего не умею, кроме как с собой угощать. И было действительно интересно, потому как есть торт, никто со всей очевидностью не собирался. Он так и продолжал стоять на столе. Великое произведение кондитерского искусства, которому не решаются притронуться. Между тем, чашки давно уже налили чай, чаем многие даже пили, закусывая кто печеньем, кто вареньем, кто конфетами. Да порежьте же кто-нибудь торт! Воскликнула бабушка. Но желающих последовать ее призывы так и не нашлось. Между тем, чай питья была закончена, и все убрали со стола. Все, кроме торта. Надеяться стало не на что. Скоро торт услышал, как гости прощаются с хозяевами в передней, бесконечно повторяя благодарности за вкусный ужин и десерт, десерт, в составе которого словно бы не было никакого торта. В комнату вошли, еще раз полюбовавшись тортом, накрыли его стеклянным колпаком и понесли в кухню. А утром следующего дня бабушка пришла обудить внук и увидела, что постель его пустал. Она тут же принялась искать его по всему дому, а нашла на кухне. Внук сидел у стола, уронив на клеенку голову до самых волос измазанных кремом. В руке он все еще держал ложку с налившими на нее орешками. А рядом с измазанной кремом головой бесходно лежал крохотный кусочек недоеденного торта и блаженно улыбался. Положив кусочек торта в рот, бабушка покачала головой и сказала, «Такой красивый торт!» И есть это был грех.